Приветствую вас! То, о чём я хотел бы спросить вас, это то, как муч пришёл к ставкам, вот, и что его двигает ставки, ставки, делать ставки на спорте, что его мотивирует, почему это ему интересно. Вот, это первое. Второе, это то, каким образом вы пришли к такому, ну, на мой взгляд, для того, чтобы даже дистрифтивным, а скорее, скорее анти-тёплым действием, как шабаш. Ну, вот, как вы к этому пришли? Мне кажется, это очень важный момент, вот, почему, да, почему это важный момент? Потому что вы как-то себе это позволяете. То есть, ну, вы позволили себе своего мужа шантажировать. То есть, для вас это приемлемо получается. Вот, а я хочу вас спросить, как вы к этому пришли. Делать то, что, если бы спросили меня, я бы высказал такое предположение, что, возможно, вы со своим мужем не близки и эмоционально. Вот, настолько, чтобы, ну, как-то, знаете, полноценно раскрываться в отношениях друг к другу. Вот. И, возможно, вы с мужем не близки настолько, чтобы и он, и вы чувствовали себя удовлетворённым. Плюс, эээ, вот, то, что вы описываете, а именно, ставки это азарт, азартные игры. И, соответственно, любые азартные игры, это, по факту, уход от, эээ, реальность. Вот. И, на мой взгляд, эээ, что важно здесь, здесь, так это то, каким образом мужчина, эээ, пришёл к тому, что... от реального мира лучше уходить. Почему в реальном мире ему не комфортно? Вот. Если вы думаете, что сантазом или угрозами вы делаете для него мир привлекательнее, то нет, вы не делаете этого. Наоборот, вы убеждаете его ещё больше в том, что он прав, уходя из реального мира. В реальном мире всё довольно-таки грустно, всё довольно-таки печально, всё довольно-таки агрессивно. Вот. Без перспектив. Возможно. Ваша задача, эээ, мне кажется, эээ, располнять, в первую очередь, свою неудовлетворённость, не связанную с... его увлечением. Ну, опять-таки, а что было, когда его увлечения не было, как вы жили, эээ, вот тогда, когда не было его увлечения, увлечений. Вот. Что ли вас устраивало? Что ли его устраивало? Что ли ему нравилось и так далее? Я уверен, что если вы подумаете об этом, то довольно быстро придёте к какому-то пониманию того, что, эээ, ну, проблемы они... Точнее, они не проблемы такие, вот, какие-то маленькие, мелкие, может быть, эээ, неудовлетворённости мелкие, а может быть, недоговорённости, вот. Были, были, были. Были, были. Если не всегда, то были. И муч, он, ээ, просто, вот, эээ, так вышло, что перестал с этим справляться. Вот. Эээ, и в какой-то момент он увлёкся игрой. Игра помогает заглушить чувства. Вставка на спорт помогает заглушить те чувства, те эмоции, те, эээ, проблемы, может быть, вот, которые, эээ, у человека имеют место быть. И с которыми он не справляется. Всего ряда причин, причин. Всего ряда причин. Эээ, значит, на этом вам, как мне, кажется, нужно обратить своё внимание на это. Вам, как мне, кажется, нужно, эээ, на этом вам нужно сконцентрироваться, эээ, сейчас. Не на том, чтобы шантажировать или, там, разводиться, разводиться, да, и так далее. Хотя, хотя, такой вариант сбрасывать со счету было бы, наверное, ну, крайне, крайне неосмотрительно. Но, всё-таки, смотреть на ситуацию с позиции того, что эээ, можно сделать, эээ, и самое, наверное, главное, да, то, что вы хотите делать для человека. Вот. То есть даже не то, что можно сделать, то, что вам хочется, хочется для него делать. И хочется ли вообще что-то делать. Потому что, опять же, вот, спроси меня, я, эээ, засомневался бы, эээ, сказать, эээ, например, эээ, любите ли вы его? Есть ли у вас, эээ, чувства к нему или нет? Я не думаю, что, это не значит, что вы какая-то плохая, это не значит, что с вами что-то не так, нет. Это просто, значит, что на эти вещи я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, вот, просто потому что, это мне, эээ, кажется, здесь и сейчас, эээ, чуть ли не самым важным. Вот, потому что, ну, эээ, до тех пор, пока, эээ, мужчине будет интересна игра, пока будут факторы, которые, эээ, его привели к этой игре, и абсолютно, эээ, как мне кажется, неважно, каким образом вы будете, эээ, из этого выходить, да, то есть, ну, я имею ввиду, каким образом вы будете этот момент, эээ, там, ну, условно говоря, корректировать, пора, да, вот, мне кажется, это неважно. МENE, мере кв, мне кажется, мне кажется это неважно. Вот, эээ, мне кажется, это не важно. Вот, эээ, ну, недависимость этого. Ааэ, нужно, понимать, эээ, с… с чем, ээээ, вы имеете дело. А, пока, пока что, что Ну, вы не понимаете, пока что, вы просто требуете от человека закончить, завершить то, что он, ну вот, то, что он делает, да, вот, при этом, вероятно, даже не понимая и не пытаясь понять природу его такого состояния, и что в это состояние его привело. Это нужно, это нужно ведь не для того, чтобы в скобочках понять и простить, это нужно не для этого, это нужно в первую очередь для того, чтобы видеть тот ли этот человек ещё, которого вы любите, которого вы за, за, которого вы уже выходили замуж, или это всё-таки уже сейчас другой человек, который эксторией таким не является, то есть в какой-то момент этот человек из меня, в какой-то момент этот человек стал другим. мне кажется, что вот на этом всё вам нужно обратить своё внимание. И вот тогда, поисследовав эти моменты, поисследовав этим, я думаю, вы получили бы в своё распоряжение необходимое количество ресурсов для того, чтобы принять решение по поводу того, что вам делать дальше. Сейчас вы, на мой взгляд, искусственно и совершенно неоправданно слушаете количество контекстов и снижаете сложно эту ситуацию. Оно и понятно, вы можете бояться, вы можете бояться, ну, того, что происходит. Это нормально. Особенно если вы в какой-то степени привыкли игнорировать себя, игнорировать привыкли свои чувства, вот, то это нормально. Ну, как бы, задача психострапевта, как раз таки заключается, не в том, чтобы облегчить вашу жизнь, а чтобы, наоборот, сделать её, я бы сказал, ну, более многогранным. Ну, это я бы так, наверное, выразил бы этот момент. Так бы я сказал. Я не исключаю с того факт, что вам это особо, может быть, и не нужно, вот, но в своей стране я вот просто хочу обратить ваше внимание на это, потому что это, как мне кажется, достаточно важно, чтобы об этом говорить. Ну, а уже вам решать, уже вам решать, будете ли вы предаваться этому значению какое-то, или, ну, отправите ли вы своё восприятие реальности таким же, или постарайтесь его, как бы, поменять. Начав с себя. Как, собственно, сказал мой коллега Игорь Леонидович, сказал, кстати, совершенную точную и совершенную точку, как мне кажется. Ну, всё. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы узнали, услышали для себя что-то новое, я желаю вам самого доброго и удачи!